Представители туриндустрии Абхазии провели пресс-конференцию по итогам встреч в Общественной Палате и в Парламенте Республики. Они поблагодарили всех за поддержку и поделились дальнейшими планами. В частности, рассказали, что хотят провести масштабную встречу с представителями туриндустрии России. Мы готовимся к встрече, которая пройдет у нас профессиональным сообществом. Мы не только приглашаем профессиональное сообщество гидов, пригласим, но и те, кто недоволен, кто хочет услышать нашу точку зрения, аргументированно, и то, как можно работать легально, не привлекая массу к этому вопросу, для того, чтобы не ссориться по этому вопросу, а просто решить вопрос спокойно, размеренно, два сообщества встретятся, пообщаются. Плюс нелегалы, пожалуйста, те люди, которые работают на территории Абхазии, но, как мы говорим сейчас, нелегально и хотят работать, пусть приедут. Если они вдруг не знают, как здесь можно легально работать, пусть приедут, обратятся, мы им расскажем. Мы расскажем, покажем, и я думаю, что мы эту площадку вскоре уже подготовим и встретимся. Отвечая на вопрос журналиста, представители профессионального сообщества объяснили, что инициаторами обращения в правительство России они считают группу гидов-экскурсоводов из Сочи. В апреле этого года они записали видео, в котором рассказали, с какими трудностями сталкиваются в ходе работы в Абхазии. На протяжении многих лет мы занимаемся ведением экскурсий по России с определенной республики Абхазии. Мы проводим инклюзивные туры для инвалидов, мы проводим туры для людей, глубоко верующих по святыням республики Абхазии. Мы платим налоги. Я могу сейчас достать мой налог и показать, что у меня сотнями тысяч улетают налоги в казну государства российского. Все идет в белую. Мы работаем с государственными программами. Мы проводим экскурсии для молодежи, которые принимают участие в разных мероприятиях на федеральной территории Сириус, с которыми мы сейчас вещаем. И мы просим не ущемлять нас в наших гражданских правах. Согласно соглашению между правительством между Россией и Республикой Абхазии, у нас есть договоренность о том, что мы можем проводить трансферы, начинающиеся в России и заканчивающиеся в Абхазии, либо начинающиеся в России и заканчивающиеся в России. Как можно назвать экскурсию для человека с ДЦП, неплохо, несветло понимающего, что происходит, когда ты его везешь в ИЛОР? И меня за это штрафовать – это неверно. Я прошу услышать нас, как экскурсоводов. Представители туриндустрии Абхазии также рассматривают возможность обратиться в Минэкономразвитие России, чтобы аргументировать, насколько широкие права предоставлены гражданам России в плане работы и ведения бизнеса в нашей республике, и почему норма об обязательном найме местных экскурсоводов так важна. Мы, прежде всего, думали о том, чтобы обратиться напрямую к тем, кто, собственно говоря, просит об этом. Мы считали, что они введены в заблуждение по этому вопросу. И, соответственно, если осветить все правовые нормы и возможности, которые есть для работы российских граждан на территории Абхазии, вопрос будет снят. Но мы действительно, эта надежда у нас остается. Мы просто на данном этапе ждем или через правительство Республики Абхазия, соответственно, донести до руководства Российской Федерации о том, что, собственно говоря, нет никаких препонов, видимых для работы любого гражданина Российской Федерации на территории Абхазии в туриндустрии республики, или же обратиться самим напрямую. Две тысячи подписей против легализации иностранных экскурсоводов в Абхазии собрали представители туриндустрии после того, как услышали о готовящемся соглашении. Кроме того, они приняли участие во встречах в администрации президентов, в кабинете министров и в парламенте, и уверены, что во всех инстанциях были услышаны, и данная норма не будет изменена. Здесь есть закон, здесь есть люди, граждане Абхазии, граждане Российской Федерации, граждане иных государств, которые желают работать по закону, всем в Абхазии рады. Только так. Если нужна какая-то иная поддержка, например, часто нелегальные гиды говорят, вот мы не хотим золотое кольцо, мы не хотим только Рицу, Афон, вы только войсите в пещеру, мы не хотим, например, озеро Рица. Ради Бога, вот у нас есть методисты, мы сказали, мы окажем вам и такую поддержку. Если вы хотите индивидуальный тур по запросам, по точечному предложению, мы подойдем к этому вопросу таким образом. То есть мы согласны на все, но в рамках закона, а в рамках закона гидом может быть только гражданин Республики Абхазии. И этого пересматривать не будет никто. Это нам озвучило правительство, это нам озвучил парламент, в первую очередь это нам озвучило наше министерство, что мы работаем в рамках закона. Редакция Абаза-ТВ связалась с российским гидом, автором видеообращения, с предложением изложить свою точку зрения в эфире нашего телеканала. Предварительные договоренности достигнуты, результаты смотрите в ближайших выпусках новостей. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Тимур Гугохи, Абаза-ТВ. Соглашение.